Мир всем! Мир всем! С миром! С миром! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Никто не помнит. Все так усердно слушались, что ничего не было. Давайте с 36 стиха начнем. Евангелие от Луки, первая глава. 36 по 38 стихи. Вот Елисавета, родственница твоя, называемая неплодную, и она зачала сына в старости своей. Ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала, Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему. И отошел от нее ангел. Толкование. Быть может, иной недоумевает, как Елисавета была с родницей Девы, когда Дева была из колена Иудина, а Елисавета из дочерей Ароновой. Ибо закон требовал, чтобы браки были из одного и того же колена. А потому и родство находилось между происходившими из одного и того же колена. На этом можно сказать и то, что со времени плена роды смешались, а лучше следующее. Арон имел жену Елисавету, дочь Аминадава, а сей был из колена Иудина. Видишь ли, что Богоматерь была с родницей Елисаветы с самого начала от Аарона? Поскольку жена Аарона происходила из колена Иудина, из которого была и Богоматерь Алисавета была из черей Ароновой, следовательно, Елисавета с родницей Богоматери. Ибо проматерь ее жена Аарона была из колена Иудина. Смотри, и на преемство родства жена Аарона Елисавета, и жена Захарии Елисавета, как от нее происходящее. Сера Бага Господня добудет мне по слову Твоему. Гавриил значит человек Божий, Мария Госпожа, а Назарит освящение. Поэтому, когда Бог имелся делаться с человеком, лично посылается к Гавриил, который означает человек Божий, да и приветствие совершается в святом месте, то есть в Назарите, ибо где Бог, там нет ничего нечистого. Толкует что? Назначение имени. Вопросы. Гавриил человек Божий. Евангелие от Луки 1 глава 39 по 42 стихи. Говорит так. Став же Мария в одни сии с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии, и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец, в очреве ее Елисавета исполнилась святого духа. Елисавета воскликнула громким голосом и сказала, Благословена ты между женами, и благословен плоть чрева твоего. Толкование. Дева, услышав от ангела, что Елисавета зачела, поспешила к ней, частью радуясь благополучию сродницы, а частью, как весьма благоразумно, желая окончательно увериться в том, истину ли сказал явившийся ей, чтобы по справедливости сказанного о Елисавете не сомневаться и в касающемся ее самой. Ибо хотя она и надеялась, но все же боялась, чтобы как-нибудь не обмануться. И это не по неверию, но по желанию точнее узнать дело. Захария жил на горной стороне, поэтому Дева туда и спешит. А Иоанн, получив некоторое особенное дарование пред прочими людьми, играет в утробе матери, почему он и больше пророков. Матфея 11.9. Ибо они пророчествовали после своего рождения, а он удостоился такого дарования, будучи еще в утробе матери. Смотри, Дева приветствовала Елисавету, то есть начала речь с ней. Итак, голос Девы был голос воплощающегося в ней Бога. А поскольку он и при течеву достоил благодати еще в очреве и соделал пророкам, ибо пророчественные слова Елисаветы к Марии были слова не Елисаветы, а младенца, а уста Елисаветы только послужили ему, подобно как и уста Марии, послужили сущему в утробе ее сыну Божию. Ибо Елисавета тогда исполнилась духом, когда младенец сыграл в очреве. Если бы младенец не сыграл, она не пророчествовала бы. Как о пророках говорят, что они прежде приходили в вышеестественное состояние и вдохновлялись, а потом пророчествовали. Так может быть и он, как бы вдохновившись, прежде сыграл, потом сами матери пророчествовал. Что же пророчествовал? Благословенно ты между женами. Потом, поскольку многие святые жены рождали недостойных детей, например, Ревека Исава говорит, и благословен плод чрева твоего. Благословен плод чрева твоего, то есть, ибо плод чрева твоего Бог, так как один Бог благословен. Так и Давид говорит, благословен грядущий. Псалом 117, 26. Называет Господа плодом чрева Богоматери, потому что зачатие было без мужа. Прочие младенцы суть рождения отцов, а Христос плод одной утробы Богоматери, ибо она одна понесла его. Вопросы? Евангелие от Луки, 1 глава, 43-45 стихи. И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия моего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостного чрева моего, и блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа. Толкование. Как впоследствии, когда Христос пришел креститься, Иоанн возбранял Ему из благоговения, говоря, я не достоин. Читаем Иоанн Георгий от Матфея, 3, 4, 1, 26. Так и Матерь вещает через свою Мать. Откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне, именуя очревоносящую Матерью, прежде чем она родила Господа? Прочих жен, прежде чем они родят, неприлично называть матерями. Из опасения неблагополучных родов, то есть извержения. А относительно Девы такое подозрение никак не было. Мария, и прежде чем ты родила, ты Мать и блажена, потому что поверила, что будет исполнение сказанного тебе Господом. Вопрос. Продолжаем. Евангелие от Луки 1, глава 46 по 50. И сказала Мария. Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, и отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный, и святое имя его, и милость его, в роды родов, боящимся его. Толкование. Дева, будучи совершенно уверена в истине предсказанного ей, словословит Бога, приписывая чудо не себе, а ему. Ибо он, говорит, призвел на меня смиренную, а я не возрел на него. Он явил мне милость, а не я его взыскала. И отныне будут ублажать меня все роды. Не одна или совета, но и роды верующих. За что же ублажать? Неужели за мою добродетель? Нет. Но за то, что Бог явил надо мною величие. Наименовала его сильным, чтобы всякий верил словам ее, принимая во внимание, что Господь силен сделать это. Имя его назвала святым, чтобы показать, что Чистейший, начинаясь в утробе жены, нисколько не оскверняется, но пребывает в связь. Не ко мне одной милости его, но и ко всем боящимся его. Ибо не боящиеся его, но совершенно недостойные, не получат милости. Сказав, что милость Божия в роды родов, указала на то, что боящиеся Бога милость получат и в нынешнем роде, то есть в нынешнем веке, и в будущем роде, то есть в бесконечном веке. Ибо и здесь получат вас сто крат, а там еще более. Величает Бога тот, кто ходит достойно Бога. Ты называешься христианином, не умаляй же достоинства и имени Христова через недостойные дела, но величай полное через совершение великих и небесных деяний. Тогда и дух твой возрадуется. То есть духовное дарование, полученное тобой через великие дела, взыграет и благоуспеет, а не сократится. И, так сказать, умертвится. Знай то, что Писание, по-видимому, просто называет духом и душой одно и то же, но, собственно, оно различает. Ибо оно называет душевным человеком того, кто живет по естеству и руководится человеческими помыслами. Например, в случае голода ест, врага ненавидит и вообще ни в чем не представляется возвышающимся над естеством. А духовным называет того, кто побеждает законы природы и не мудрствует ни о чем человеческом. Таково в Писании различия между душой и духом. 1 Коринфянам, 2 глава, 14, 15 стихи, Галатам 6, 8. Быть может, врачи различают их иначе, но нам нужно внимать Писанию, а врачи пусть заблуждают. Вопросы? Здравствуйте, Василий Звоник. А вы сказали сейчас, что не было никакой заслуги Марии в том, что Господь ей явился. Я правильно понял? Правильно. А как же Писание тогда говорит? Что призрел на смирение рабы твоей. Это не просто в женщину любовь Господь взял да избрал. Очевидно, она особо сосуд была у Господа. Именно одно из качеств ее смирения. И вообще, как может смиренный человек назвать себя смиренным? Наследие православия, сколь я знаю, не было таких, что вот я смиренный. А она имеет такое держновение в духе Господнем говорить. Ты призрел на смирение рабы свои, ибо будут ублажать меня все Родину. Очевидно, ее было тоже какое-то определенное состояние сердца, что Господь избрал ее как сосуд для великой Мессии. Вопрос в том, что обычно, ну как, опять же, не вопрос, а я даже в каком-то смысле, извините меня, утверждение, если точно по Писанию, то ее заслуга тоже была. Я просто повторить вынужден все, что я сказал. Ну тогда так. Считаете ли вы, что ее не было никакой заслуги, что Господь явился и ангел явился? Ну, тогда я на встречу вам вопрос. Что, по-вашему, значит заслуга? Ну, ее хозяина... Может ли заслужить у Бога Царство Небесное? Заслужить его возможно? Господь призрел на ее смирение. Может ли человеку просто с неба раз упасть в смирение с точки? Или все-таки она как-то старалась быть смиренной настолько, что Господь все-таки даже призрел на смирение рабы своей? Ну, это понятно, что он презрел. Он, так и написано, презрел. На другую женщину он не презрел, значит она чем-то отличается от других женщин. Естественно, он в этом шалковается. Ну, а было сказано, что не было никакой, как бы, с ее стороны... Ну, или заслуга, может быть, к этому слову можно как бы придраться, может что ли? Ну, были с ее стороны усилия, что ли, какие-то? Или послушание Богу, лучше сказать? Ну, если от ее лица, то она говорит, что с моей нет никакой стороны, Бог презрел. Какой с моей нет стороны, извините? С ее стороны, то есть она не считает себя... И мы, люди, не должны себя так считать. То есть она Бога во всем говорит, что это Бог презрел на нее, Бог, не она сама. Ну, а мы, люди, понимаем, что Бог просто тратки не мог бы на нее презреть, если бы она не была света и своей жизни непорочной. Очевидно. Спасибо. Еще вопросы? Игнать Тихоневич, что-то можете по этому Богу сказать дальше? А где сейчас считали-то, что моей заслуги нет? Прочитай то место. Ну, вот, он явил мне милость, а не я его взыскал. То есть, вот, я еще раз прочитаю толкование Деева. Будучи совершенно уверен, а в истине предсказано, а есть волокновит Бога, приписывая чудо не себе, а ему. То есть она. Ибо он, говорит, презрел на меня смиренную, а не я возрела на него. Он, Бог, явил мне милость, а не я взыскала. Все, вопрос отпадает. Это блаженный Филак говорит, растолковывая ее слова. Относительно того, что никто не называл себя смиренным, это совершенно не соответствует написанному в Писании. Вот, допустим, подписывает послание патриарх. Он пишет «смиреннейший», не смиренный, а смиреннейший. Или «его смиренство». То есть как будто там ничего нету. Там, может, и не соответствует, но даже в звании его это употребляется. А Господь говорит «я кроток и смирен сердцем, научитесь от меня». А раз научитесь, значит, смиренных таких людей ни один, ни два миллиона. Иначе какие мы ученики, если мы это не услышали? Это 11 глава, 28 стих. И вопрос хороший задан, и через него переходить не надо. Относительно Матери Божией Девы Марии, старайтесь никогда ничего не придумывать. А так как церковь усыновила, вот в этом районе и искать слова и определения. Вот эти сказали слова, сказала она так, не сказала. Блаженна Пифилак так говорит, в ее словах это усматривает. И церковь это приняла, и через это уже не надо никуда идти. Вопрос даже не к нам, вопрос к ней и вопрос к Пифилакту. А по-другому мы и понимать не можем. Мы православные, у нас вольнодумство запрещено. Вот будет ролик стоять, сегодня на меня вышел один с Америки. Ну мы когда-то знакомы были с его отцом, с ними. И он говорит, они еще не слышат и не понимают, что говорю. Я говорю, вы понимаете, что вот первый баптист, он отошел, Джон Смит, и что он уже все церковь, он не слышит и не отмечает. Я ему раз пять возвращаюсь, бесполезное дело. Но мы не можем так. Мы православные, написано, мне думать даже не надо, мы засчитали. И это надо для себя взять. Это как догмат. Вот все. И здесь дальше идет комментарий Игнатия Тихоновича Лапкина на слова Феофилакта. Нам нужно внимать в Писании. Любой сектор, еретик, узнавший о том, что мы убеждаем пастыря проповедовать Слово Божие, любить Библию, даже и не поймет, как это может быть. Тот, кто не внимает Писанию, тот варится в собственных мыслях, и вера его хотя бы трижды называлась правильной, но в действительности такая вера не имеет никакого отношения ко Христу. И такая вера никогда не приведет к Царству Божию. Нам нужно слушать Слово Божие и искать малейшую возможность преклонить ухо к тем, от кого мы можем узнать истинное толкование Писания, чтобы не сделаться добычей хищных дверей. Любое заблуждение, ошибка, даже у врача может стоить только временной жизни. Но невнимание Писанию лишает человека возможности превратиться из мертвого пса в живого человека и в Сына Божия. Где нет проповеди, нет внимания Священному Писанию, там нет жизни, но поля мертвых костей павших животных, то есть скотомогильник. Когда был убит Юлиан Отступник, то с неба послышался голос «Пало мерзкое животное!». Те, кто не внимает словам Писания, уподобляются демонам, говорит Иринар Хростовский, ибо во всем этом, что не слышится голос Божий через проповедь виноватый пастырь. Господь открыл мне, что будет время, когда архиереи земли русской и прочие духовные лица уклонятся от сохранения православия во всей его чистоте. И зато гнев Божий поразит их. Три дня стоял я, просил Господа помиловать их и просил лучше лишить меня убогого Серафима Сарства и Небесного, нежели наказать их. Но Господь не преклонился на просьбу убогого Серафима и сказал, что не помилует их, ибо будут учить учениям и заповедям человечества. Сердца же их будут отстоять далеко от меня. Серафим Саровский Это Серафим Саровский, настольная книга священнослужителей, том 3, страница 601. Серафим Саровский Человеческих вымыслов, основанных не на Слове Божьем, они затмили ясное Слово Божие, как в лосинице. Им нужно дорасти до той ступеньки, где душа искренне воскликнет. Псалом 118-113 Вымыслы человеческие ненавижу, а закон мой люблю. И как заклинания произнесут. Избираю Бога и Библию, единственно Бога и Библию, и ничего кроме Бога и Библии, по толкованию святых отцов Северской Церкви. Иоанн Златоуст неоднократно повторяет, что большая часть священников погибает, и погибает за то, что не следует священному Писанию. Продолжим чтение. Евангелие от Луки, 1 глава, 51-56 стихи. Явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчащих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем. Воспринял Израиля отрока своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим Каврааму и семени его до века. Прибыла же Мария с нею около трех месяцев и возвратилась в дом свой. Толкование. Мышца отца, сын. Итак, Бог и Отец в Сыне Своем явил власть и силу над природой. Ибо при воплощении Сына природа побеждена. Дева родила, Бог соделался человеком, а человек Богов. Господь рассеял надменных бесов, изгнав их из душ человеческих и послав одних в бездну, а других в свиней. Можно разуметь и об иудеях, которых рассеял по всякой стране, и которые и поныне в рассеянии. Не зложил сильных престолов, то есть бесов, которые господствовали над людьми, и в душах человеческих имели престолы, покоясь в них. Но и фарисеи суть сильные, как похитители, принадлежащего бедным, и как учители имеют престолы, с коих они не зложили. Вознес смиренных людей или язычников, коих грех смирил. Вознес их, даровав им сына положения, подобно как и алчущих, тех же самых, то есть язычников. Ибо они не имели писания, закона или заповедей, исполнил благами от писания, а иудеев, богатящихся законом и заповедями, выслал вне Иерусалима, горного и дельного, лишенными всякого блага. Ибо иудеи ныне не имеют ничего, хотя и кажутся имеющими. Воспринял Израиля отрока своего. Говорится или о чувственных израильтянах, ибо многие десятки тысяч из них уверовали, и исполнилось обетование Бога Аврааму, сказавшего ему, и благословятся в Тебе все племена земные. В Дея 12.3 Или говорится об Израиле духовном, ибо как всякий видящий Бога, называется Израилем, так как имя сие означает «видящий Бога». Итак, воспринялся их, видящий Бога, возведя в небесное наследие. Мария прибыла с Елисаветой около трех месяцев, потом возвратилась. Поскольку Елисавета имела родить, то Дева удаляет ради множества имеющих собраться к рождению, ибо Деве неприлично находиться при таких обстоятельствах. А из того, что Дева возвратилась при наступлении для Елисавета времени родить, видно, что ангел пришел к Марию в шестой месяц от зачатия предтичи. Да, и Мария прибыла с Елисаветой около трех месяцев. Вот почти и девять месяцев. Вопросы? Анатолий Менщенков, выключите микрофон, пожалуйста, если вопросов нет. Хорошо. Хорошо. Иван говорит, Луки, 1 глава, с 57 по 64 стихи. Елисавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею. Восьмой день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его Захария. На это мать его сказала, нет, а назовем его Иоанном. И сказали ей, никого нет в родстве твоем, кто назывался бы всем именем. И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал, Иоанн, имя ему. И все удивились. И тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. Толкование. Дева прибыла с Елисаветой около трех месяцев, быть может потому, что поражена была чудом и нуждалась в некотором утешении, какое могла находить в пребывании с Елисаветой. Но когда приблизилось рождение, она удалилась. Роды же грешников обыкновенно несовершенные и неполные, и лучше бы для них, если бы они не рождались. Почему имя давалось после обрезания? Потому что прежде нужно получить печать от Бога, а потом уже и человеческое имя. Иначе. Обрезание означает отвержение плотских свойств, ибо никто не достоин именоваться воином Божиим и быть писанным по имени в книге Небесной, прежде чем отвергнет и оттечет плотские свойства. Елисавета говорила о имени, что имя его Иоанн, как пророчество. Как пророчица. А может быть, Иоанн и сам назначил себе имя, ибо он сообщил матери пророчественный дар. Захария, не будучи в силах объявить им знаками, просит дощечку. Когда он относительно имени дитяти оказался совершенно согласен с женой, все удивились. Ибо не было сего имени в родстве их, и никто не мог сказать, что оба они уговорились об этом еще прежде времени. Иоанн значит благодать Божия, поэтому и отец отчет получил благодать и пророчествует прежде о Христе, потом и о Сыне. Вопросы? Вот у меня вопрос. Парфилат говорит, почему имя давалось после обрезания? Потому что прежде нужно получить печать от Бога, а потом уже и человеческое имя. То есть раньше, до обрезания, я так понимаю, не давали имена детям. И попутный вопрос, то есть обрезание было прообразом крещения. И сейчас в крещении у нас принято давать второе имя. Вот. Ну а и вопрос тогда, зачем давать второе имя, если первое можно даже и не называть тогда. Ну покрестили младенца и назвали его сразу как... Или по самому... Ну вопрос, значит, называли ли еврея детей до обрезания? Давали ли им имена? Кто знает? Знаете ли вы, не знаете? Как сейчас дело с именами наше обстояние? Мы это видим в первой книге Сарс. Анна дает ему имя. Сам Оил. Выпрошенный у Бога. Она выпросила его. Детей не было до этого, теперь дети есть. А в какой момент? Там не написано. И определенно говорить... Как сказать? Мы находим такие моменты. Уже было сказано, но когда это имя присваивалось, мы не знаем. У христиан раньше было всегда так. Вот есть календарь, святки называются. Триста шестьдесят пять дней. Почти на каждый день, не считая больших праздников, имена святых, которые... Ну так принято считать, что в это число он там или умер, или как-то было... Как-то определяли так. Не по рождению, а по смерти. Ну и теперь, когда начинают, приходят крестить, то священник выбирал сам. Сам выбирал. На этот день который... А на этот день могло быть пять имен. Иван, Василий, а там даже какой-нибудь человек, который не выговоришь даже, Зарававель. Он называл так, как есть. Ему как нравилось. Поэтому такой большой диапазон, разброс имен был. Я привожу пример. В советском правительстве был Климент Ефремович. Ты сегодня ни Климента, ни Ефремов, сколь и не найдёшь. Я за всю жизнь ни разу никого не назвал своим именем. Они не встречались мне, эти люди. А уж по имени и отчеству тут даже говорить не надо. А у нас как? Отец Владимир, сын Владимир. И там Владимир. В Москве пять тысяч человек Иванова, Ивановича, Иван Иванович Иванов. Пять тысяч, только в одном городе. Это у нас, когда деревню стали строить, в деревне было шесть коров и пять зорьки. Вот показывает королёк-птичка певщая, там по-турецки фильм-то. Она в школу пришла, как звать? Айша. Следующая. Она человек десять спросила девочек, айша, 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 айша. Это скудость мышления. Такие красивые имена. Тут у меня, я могу сказать, что у нас так называли. Вот у меня старший брат Самуил, Игнатий, дальше Иоаким. Отец Тихон. Это не на каждом шагу встретишь. А у него братья родные были. Наум, Амос, Стефан. Аум и Амос, а ты Амоса-то ещё не встретишь. У мамы было три брата. Макари, Филарет, Эммануил. А он отец Егор Ларионович. Видите как? Это, ну мы многого лишились через это. Я специально этой темой занимался. Мужских имён около 750. Вот запомни эту цифру. А в действии не больше 33. Вот у меня, значит, близкий мэр города был, Пагиб Баварин, Владимир Николаевич. На его место поставили колганов Владимир Николаевич. Мы сотрудничали с тюрьмой. Начальник Владимир Николаевич. И в краевой администрации пошёл начальника три Владимир Николаевич. Вот как храмы называют. Это везде обязательно Покровский, Никольский. Это на первом месте стоят. Ну поэтому мы такие скучные и забитые. Вот у нас названы как храмы. Это лагерь был в честь Климента Анкирского. Община Анфима Никомедийского. Это я запрос такой сделал в Синод. И они сказали, утвердили. А почему ими? Они рекордсмены были. Больше людей не спаслось ни через кого. Чтобы вот так они обратились и всю общину привезти на небо. Как Анфим Никомедийский. Сожжённые были. 32 тысячи. Но больше страдать по плоти, чтобы мучили его. Как Климента Анкирского. Никого не было. Он сирота. Заботился сам о детях. Я для лагеря его как бы избрал. Считается как наш покровитель. Но обратился к епископу. И всё это утвердили. Я не самовольничал. У женщин имён меньше в три раза. Всего. 250. А на деле встречается не больше как 27. Ну куда не глянь там. В Наташку. Это в собаку брось. Говорит. Палку-то попадёшь в Наташку. Лена, Наташа, Юля. Вот. Ну посмотри сам. Валя. Это у нас Вали. Только в общине там не знаю 4 что ли. В деревне. В деревне. Ну кого там 10 дворов-то и 3 Володи. Ну тут. У меня стихотворение написано. Как пёрышки, говорит. Летят. А как только принимать. Вот у нас был епископ. Иван Тимофеевич. А когда принимал монашество. Евтихий. Евтихий. А вот у нас в деревне живёт. Он Евтихием назвали по календарю. Никакого монашества. Он с этим именем везде. А здесь был мосеведичный епископ Иван Иванович. А принял, когда монашество, Антоний. Там Петерима. Вот понимаешь, какая-то недобросовестность. Надо при жизни называть. А вот патриарх Алексей, он был Алексеем. И дальше остался Алексеем. Почему? В честь одного Алексея был человеком Божьим назван. Но потом, принимая монашество, в честь Алексея Московского митрополита. Вот примерно так. Даже в этом вопросе и храмы. Ну, в Грузии. Я сам не проверял, а читал про это. На каждый день приходится 365 храмов святого Георгия. И сама страна называется Джорджия. Джордж, это Георгий. Это Грузия, называется страна Георгия. И каждый храм какой Георгия? Георгия или Нины. Ну, никакой фантазии. Никакого смирения нет. А сейчас начинает, у меня это вот День Ангела, это когда, вот у меня у жены, 30 сентября. А родилась 25 августа. Или еще раньше где-то. И я вообще-то по сей день не пойму, зачем верующие были люди. Да нет, не верующие. Ну и похоже. У нас так называют. Восьмой день крестить. И как, в какой день он родился, и там выбирает имя, кто крестит. А он видит такой широкий разброс. Андриан. Где он, Андриан? Когда считаешь, это удивительно. Вот у одной женщины в войну погибло 11 сыновей, кажется, было. Все погибли. Ей памятник поставили. А звать ее Епистемия. Епистемия. Ну, найди такое имя. А вот здесь здания стоят Демидовы, Демидовские здания. Они по сегодняшний день стоят. Ну, это они там промышленники были. А как его звать-то? Кто знает? Акинфи. Акинфи. И везде так и пишут. Вот Иосиф был Виссарионович. Виссарионов в школе тоже не встретишь. Вот как. Все, отошел. Всех Христос. Право Христос. Продолжаем. Евангелие от Луки, 1 глава, 65-75. И был страх на всех живущих вокруг них. И рассказывали обо всем этом по всей нагорной стране и в действиях. Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили, что будет младенец сей. И рука Господня была с ним. И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчеством, говоря, Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ Свой и сотворил избавление Ему. И воздвиг рог спасения нам в дому Давида отрока Своего. Как возвестил устами бывших от века от святых пророков Своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас. Сотворил милость с отцами нашими и помянет Святой Завет Твой. Клятву, которую клялся он Аврааму, отцу нашему. Дать нам, не боязненно, но по избавлению от руки врагов наших, служить Ему, святости и правде пред Ним во все дни жизни нашей. Толкование. При чудесном проглаголании Захарии на всех напал страх. Ибо как при наложении на Него молчания народ пришел в изумление, так и теперь, когда Он начал снова говорить, изумляясь, так что под этим двум чудесам все могли выразуметь, что родившийся выше многих. Все это было по особенному смотрению, чтобы имеющий свидетельство о Христе был принят полным доверием, и чтобы все убедились из самого рождения Иоаннова, что Он выше многих. Захария благословляет Бога, презревшего на израильтян. Он действительно пришел к погибшим кофтам дома Израилева, но очень многие из них не захотели принять благодати. Почему Он и презрел на истинных израильтян, то есть на тех, кои уверовали? Воздвиг Рог спасение, то есть силу и царство спасительное. Ибо Рог означает или силу, так как рогатые животные имеют силу в рогах, или царство, ибо цари помазывались из рога. Христос есть сила и царство Отца. Итак, для нас восстал порог спасения Христос, ибо Он, по-видимому, почивал, когда не обращал внимания на многие грехи и долго терпел и долобезья. Но когда Он воплотился в последние времена, Он восстал и сокрушил всех ненавидящих нас бедов, и не продолжает уже покоиться и долго терпеть, воздвиг в дому Давида, то есть в Ифлиеме, ибо там Он родился. Ифлием, разумеется, город Давидов, Матфея 2.6 и Михея 5.2. «Сотворил милость не только с живыми, но и с отцами нашими, ибо благодать Христова простелась и на них, хотя они уже умерли. Именно нам, живым, Он даровал надежду воскресения, и мы воскреснем. Но не мы только удостоимся этого благодеяния, а и те, кои прежде скончались, ибо вся природа получила это благо. И иначе сотворил милость с отцами в том, что исполнило ждание их, ибо чего они надеялись, что увидели на Христе исполнившись. «Благословляя, благословлю Тебя и умножаю, умножу семя Твое». Бытие 22.17. Авраам действительно умножился теперь, когда все народы через веру сделали с его сынами, ибо как он уверовал, так и они через веру соделались ему сынами. Часто иные избавляются, но со страхом и многими трудами и борьбой, а Христос распялся за нас без всякого с нашей стороны труда и избавил, наконец, страха, то есть без опасности. До чего же он избавил нас? Не для того ли, чтобы мы жили в удовольствии? Нет, но для того, чтобы мы служили ему и ни день, ни два, но всякий день, и служили не плотским только поклонением и служением, но святости и правды, что держит себя в удалении от священных предметов и не прикасается нечестиво к вещам божественных, но сохраняет совершенное уважение к тому, что достаточтимо тот преподобен. Равно преподобен и тот, кто почитает родителей, ибо и они суть домашней боги. А кто не любостяжателем, ни хищник, ни вор, ни прелюбодей, ни блудник, тот праведен. вопросы. Евангелие от Луки, 1 глава 76 по 80. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицем Господа приготовить пути ему, дать уразуметь народу его спасения в прощении грехов их по благовутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертных, направить ноги наши на путь мира. Владимир Шилок расстал, укреплялся духом и был в пустыне до дня явления своего Израиля. Толкование. Кажется странным, что Захария говорит такие слова дитяне, ибо с младенцем ничего еще не понимающим несвойственным беседовать. Можно на это сказать, что дитя сие, как рождение, имело необычайное, ибо в пришествии Марии оно играло и пророчествовало укропе. Так ничего нет невероятного, если оно и после рождения понимало слова Отца. Приготовить пути ему, а пути судь души, к коим Господь приходит. Итак, предсеча приготовил души к тому, чтобы у них ходить Господу через сообщение людям познание о спасении. Спасение есть Господь Иисус. Итак, Иоаннам приходано людям познание о спасении, то есть о Христе, ибо Иоанн свидетельствовал об Иисусе. Познание заключалось в отпущении грехов, ибо Господь иначе не был бы и признан Богом, если бы не отпускал грехов народу. Ибо отпускать грехи свойственно Богу, а Он простил нам грехи по благовутробию милости, а не за наши дела. Ибо мы не сделали ничего доброго, а Он, называемый Восток, призрел на нас выше, ибо Он есть в солнце правды, и воссиял нам в бывшем во тне, то есть в грехе. Два зла господствовали над природой человеческой, незнание о Боге, в котором находились язычники, и грех, который имели евреи, хотя и знали Бога. Итак, Он явился в природе человеческой, чтобы просветить и сидящих во тьме, то есть в неведении и безбожии, сидящих в тени смертной, то есть в грехе. Христос умер за наши грехи, поэтому грех, всегда сопровождаемый смертью, справедливо называется тенью смерти. Путь мира есть праведный образ жизни, которым Он отправил стопы наших душ, стопы наших душ, воссиявшись выше Христос. Отрак возрастал телом и укреплялся духом. Ибо с телом возрастало и духовное дарование. И чем более росло дитя, тем более обнаруживались и силы духа, так как орудие телом было способно вмещать их. Пустыня скрывался в Амдатоле, когда Бог благоволил явить его народу Израильскому. Вопросы? идем дальше. Евангелие от Луки 2-я глава 1-го по 7-й стихи. В те дни вышло от Кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Верения Сирии. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также Иосиф из Голевея из города Назарета в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученной ему женой, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего первенца и спезинала его и положила его в дятри, потому что Николаем не отцов гостили. Толкование. Перепись происходит для того, чтобы когда всякий пойдет в свое Отечество, и Дева пришла в Ифлеем в свое Отечество, и таким образом Господь родился в Ифлееме, а и исполнилось пророчество, когда Единый Бог, имея прекратить многобожие, прилично было и державствовать одному царю Кесару, вместе со всеми записывается и Христос. Господу и следовало записываться со вселенной, чтобы освятить записывающихся и упроднить рабство. Ибо как претерпев обрезание, Он упразднил обрезание, так записавшись как раб, упразднило рабство нашей природы. Ибо работающие Господу уже не суть рабы людей, как говорит апостол, не делайтесь рабами человека. 1 Коринфянам 7 23 Но если по телу и рабы, то по духу свободны, не увлекаясь нечестием Господ. Господа справедливо назвал сыном девы, первенцем, хотя никакого другого она не родила, ибо рожденный первым называется первородным, хотя бы после него и не рождался другой. полагается в яслях быть может для того, чтобы от начала научить нас смирением, а быть может и для того, чтобы символически показать, что Он явился в мир сей место, обитаемое нами, уподобившим внеся неразумным скотам. Псалом 48 13 21 Вопросы? Час прошел занятие Пожалуйста время Ваши следующие полчаса беседуют. Пожалуйста, беседуйте, задавайте вопросы ваше время. Акстана Сафина задает вопрос. Кто крестил Иоанну крестителя? Ну, в Библии что-нибудь написано про это? Не написано, зачем? Потому что крещение это приводило к покаянию, а прощение грехов не давало. Господь посылает его, а кто его ставил? В цари так трудно избирается из народа, а Господь раз избрал, и Саулово потомство уже на престол не взошло. Кто? Незримо Бог поставил его. Мы можем только предполагать. Относительно имен мы должны знать перевод своего имени. Вот Сергей почтенный. Имеет значение. Был Авраам, а теперь будешь Авраам. Одна буква добавлена. А что это даёт? Авраам означает странник. Ну, грубо выражаясь, по-нашему, бомж. Ходит из разных мест в разные места и прочее. А Авраам отец множества. То есть много у него детей. Вот Наимень. Она пошла, хлеба когда не было уже, выражая, выражая не удался в Израиле. Это она подрала, там филистинская страна, где было. Там посмотрите. Ну и два сына у ней там были, они умерли. Она пошла с сыновьями, а вернулась без сыновей, без мужа. Её звали Наимень. А Наимень означает прекрасно, Наэма. Наимень. А когда люди стали кричать, Наимень, Наимень пришла, она говорит, не называйте меня Наимень, а назовите меня Марой. Марая отозначает Горькая. Не зря Максим себе назвал, взял псевдоним Горький. Он же Пашков. А улицы везде Горького, Горького. Максим Горький. А он не Максим, а Алёша Пешков. Знать надо перевод имени своего. И кто родоначальник этого имени. И подражать ему. Я вел как-то регулярно, у меня три радиопрограммы было в городе. И одну я посвятил, а потом, я не знаю, наверное, передача шесть пришлось об именах. Как звонить начали. Ой, ой, вот. Хоть наконец-то мы услышали, что о Зюганове хорошо сказали. Я говорю, откуда вы взяли? Ну вы же объясняли-то. Ну Владимир это понятно там. А Геннадий? Да Геннадий я говорил о патриархе. Но всё равно понятно, что говорили о Зюганове. То есть имя должно нас настраивать на какую-то волну. А то Владимир Владимир. А кого владей миром-то? У него владеть нечем-то. Женой не владеет подкаблучник. Что он может владеть-то? Я вообще говорю о Володях, которых много, дядя Вова. Мы не знаем, кто как. Но однако так. Ты должен соответствовать этому имени. Вот Иуда. Ой, Иуда. Сейчас кого-то назвать Иудой. В рубцовке, кажется, пришли регистрировать. И они назвали его Иисус. Ну и говорят, а можно ли называть? А почему же нельзя-то? Кто запретил? То есть святые есть именем Иисуса. Схитом, Архимандрит какой-то. Или Схимонах. Иисус. А в житии святых даже есть. Иисус Новин. Иисус, сын Яседеков. Это общераспространённое имя. Переводится спаситель. А бывает Аполион. Аполион означает губитель. Напротив. То есть напротив какого-то имени. Вот, допустим, называют Светлана. А Светлана называли там Фатина. Это фотоаппарат. Отсюда слово-то идёт. Фотоны. Частички света. Фотиния. А девочка родилась Светой назовём. А у неё волосы чёрные. Ну какая же она Света-то? Не с той шарика. Шарик круглый, говорит. Собачье сердце. А я одни кости. Какой я шарик-то? Так и здесь. Хоть шарика, но надо, чтобы соответствовало. Я говорю о том, что у нас вокруг есть. Мы даже этого не знаем. Ой, девочка такая хорошая. Мы её Варварой назвали. Я говорю, а что такое Варвара-то? Ну хорошая, значит. Я говорю, нет. Это означает, что она грубая. Невоспитанная. Перевод. Варвар. Он Варвара, она Варвара. Если он Александр, она Александра. А, это кентавры имена. То есть Валентин, Валентина. Александр, Александр. Такие есть имена. А теперь монашки, когда идут, берут название себе там. Мужские имена. Алексия. Такого нет. Вообще с кого она названа-то? Это мужское имя. Я даже встречал такую монашку. Игнатия. Ну то есть. Или она не могла замуж выйти. Или к чему привязалась-то? Это сейчас просто мода пошла. Она должна в честь кого-то. Кто-то покровитель есть. А женщин с этим именем не было. Ей не в кого-то. Вот. Советские-то они по-своему называли Тракторина. Октябрина. Вилор. Вилор. Это Владимир Ильич Ленин, организатор революции. Я все еще из темы из этой не вышел. Когда называют, то должны соответствовать. Так, Светлана, а девочка, если черные волосы, это Милания. Милания означает чернявая. В переводе с их языка. Вот Нина. Ой, Нина хорошее имя. Это мечтательница, сонливая. Ее не разбудили вовремя. Вот такое имя. Надо знать. А бывает имя, переводится с двух языков. Вот мое имя. С греческого означает неведомый, незнакомый, неизвестный. Три значения. А по-латински означает огненный. Как слово Серафим. Я потом-то все узнал уже из книг. Когда людям начинаешь говорить, ребятишки, я вот в школах вел занятия, тринадцатый школ, и они, эта тема любимая была, они не знают как, а я, в честь кого назван, житья его рассказываю. И ты должен ему подражать. Вот так. Давайте вопросы. Ну, а до Иоанна Крестителя вообще же крещения не было? То есть вопрос-то вообще-то, кто крестил Иоанна Крестителя? Крестил ли вообще кто-либо, кто колбас? Никто не знает, никто не знает, крестил или не крестил. Его послал Бог крестить. А про это не написано. Иоанн Златоуз говорит, чего в Библии нет, о том не рассуждаем. Вопрос даже не ставится. Спросить, а в Библии есть? Вопрос так надо ставить. Нет, нету. Нету. Может быть, его Бог сам крестил. В апостолы Господь избирал и возложил руки там, как на них было. А Павла, кто его избирал? Он сам был. Господь сам его поставил. Тринадцатый. Вот говорят, а сколько было апостолов? И некоторые даже не знают. Восемьдесят три апостола. Семьдесят избрал. Двенадцать. Восемьдесят два. Апостол Павел. Тринадцать. Восемьдесят три апостола. С миром, Игнатихович. С миром. Было у вас когда-нибудь, что паттеист обращался? Совершенно неверующий человек, отвергающий в Бога, и обратился. Так, это... Ну-ка, еще раз поподробнее, потише. Было у вас когда-нибудь такое, что вот атеист, ну, знаете, вот такой случай, обратился? Ну, да. Так, не один, я многих знаю, у меня были такие. Совсем не... Не веровали, да? Вообще не веровали? Мгновенно Бог открыл веру ему, веру, он сам себя не узнает. Мало того, еще и против был, против. Как? Стали беседовать, он остановился, я говорю, помолиться-то хочешь? Да, давай, стали молиться. Он встал, я совершенно все верю. Один, такой умный историк, стерелся, закончил он Одесский университет, был двоюродный племянник, главный идеолог коммунизма Суслова. Суслова. Ну, мы и с ним идем тут в городе, то я и говорю, миром управляют, вот те-то, те-то, называют люди. Да нет, это историческое развитие, я учился. Я говорю, вот как подойдем сейчас, тут у нас пивоварка течет, она рещушка такая, ее называют говенка. Вот. Она впадает в Барнаулку, а Барнаулка уже вопь, грязь несет туда. Я говорю, вот сейчас только дойдем до этой грязной рещушки-то, а оттуда идти через мост, и ты уже будешь верить. Никогда. Ну, я говорю, замедлишь шаг потихоньку. Когда дошли, я говорю, и как? Верю каждому слову. Почему? Я ему даты, цифры, имена, все стал называть, и когда что было? И все сошлось. Сошлось. Это надо знать, что мир не просто так. Давайте все примем Антихриста. К этому идет подготовка. А кто его подготавливает? Тот, кто завоевал весь мир. А кто завоевал весь мир? Ну, ни Гитлер, ни Сталин. Кто завоевал весь мир? У кого все деньги? У кого пищать? У кого юриспруденция? У какой нации? Ну, ясно, какой. Вот и все. И он произойдет из этой нации, и они ему подготавливают престол, строят храм. Строить будут храм. Тут никакого секрета-то нету. И поэтому идет подготовка. Вот это ИНН, там штрих-коды, эти карточки все. Это еще ничто не значит. Но это уже подготовка идет. И сейчас, чтобы в единую систему все входило. У тебя паспорт, и там резус крови, группа. Все абсолютно. Должен ты, сколько раз женился, все данные заложены будут. А сегодня это надо, может быть, страниц 20 писать. А там оно на зернышке рисовом. И биографии про бабки и детки. Это все подготовка идет. Этот народ подготавливает. Самое страшное разочарование будет, когда они увидят, что он не тот. И он на них воздвигнет гонения. Они тысячелетия приносили, тысячи жертв. То есть, вот разные там пенсионы. Это все их работа. Это все они делают. Все делают это. Чтобы мы все увидели, какие же правители-то. Грабят народ свой. Житья никакого нету. Ничего. Тогда люди возопьют и скажут, что дайте такого. А они его восхвалять будут. Тут такой порядок. Все. Тут ни разводов нет, ни воровства, ни убийства, ни абортов. Вот такого бы нам, такого. А он уже есть. Габриэль Бендавид. Он уже есть. Ему имя. И оно сходится 666. Он уже при дверях стучится. Вот так. И этот народ подготавливает постепенно, постепенно. Все буквально. Литература, артисты. Все 100% сегодня. Ленин, когда ехал сюда, 138 человек у него было. И говорит, Ну, более 120 были той национальности. Вот так. А то революция-то была не просто так, она национальная была. Уничтожить царя. 72 года работали за палочку, как в колхозе. Трудодень, который ничем не окупался. И вдруг раз, в одну ночь, все переправили Абраномищем, Березовским. Все, Дерипаски, все растащили. Гусинские. И куда? Туда, на родину. Они там за инвалида получают столько, что все деды и бабы живут бесплатно. Это должно быть. И не надо не злиться ничего. Написано, все цари мира принесут им дары. Это написано. Историю надо рассматривать через Священное Писание. Тогда будет тебе понятно, на какой версте мировая история. Вот начинают сегодня там, ненависть разжигают. Ты молись о себе, молись. Сказать надо. Меня когда арестовали, у меня материалы были, я 14 лет этой теме отдал. 14 лет занимался. Проштудировал всю литературу дореволюционную, выписал советскую и зарубежную. А почему вы говорите, что им принесут, ему принесут? Им, 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 им. Этой национальности, этим деятелям, которые ведут. Их не почтил своим вниманием только один президент США. Джон Физдерал Кеннеди. И что с ним было? Дальше Роберта, брата его, который стал, он министр был юстиции, стал баллотироваться на президента, тут же застрелили. Прошло несколько там времени, Эдуарда сбросили с моста. Я говорю по Библии, по... Силовек, греха, сын погибели. Он не придет так, чтобы сесть, ему подготавливают. Мы же должны понимать. Он один счет сделает-то. Целое столетие, тысячелетия они подготавливают. Вот, я и говорю, что написано ему принесут, а не им. Им, им, цари. А написано ему принесут царю. Я два раза повторил, зачем буду повторять. Пока до него дойдет, они-то сегодня все имеют. Этому народу принесут. А ему тогда уже, там видно будет. Сегодня-то его нету. Кому приносят-то? Кому приносили в 17-м году? Кому в 90-м году? Всему народу, а его нету. Зачем ему, ему, ему? Не ему, а им. В Библии написано, ему принесут. Я говорю, когда придет, тогда принесут. Но они не будут тогда по карманам шарить. Они готовят сейчас. Все банкиры и прочее. Ну, еще непонятно-то. Им принесут. А они ему положат. С нас-то что брать-то? Голь перекатная. Как говорится, дрань подзаборная. Я сейчас вчера ролик один нашел. Он у меня тут поставлен. Я могу даже сейчас назвать его как. Ну, кто желает, потом посмотрит. Так, буквально за минуту я его сейчас... Вот. А называется так. Самые потрясающие мемориальные мемориалы и памятники знаменитостям Троекуровское кладбище. Часть 16-я. Значит, 15 впереди частей. И этот ролик сейчас 19. И все показывает, показывает, какие они там статуи на кладбище, то другое-то. Ну, считай, что ты видишь, что это за люди-то. Это миллиарды там вложены. И это им нужды даже нету. Самые потрясающие мемориалы. Вот так называется. И памятники знаменитостям... Троекуровское кладбище. Часть 16-я. Я те не смотрел, но просто ради интереса решил посмотреть. Меня это нисколько не трогает. Благословляющий вас будет благословен, проклинающий будет проклят. И я призываю всех, чтобы благословляли этот народ. Благословляли. Так они нас ограбили, они, я говорю, благословляют, чтобы они этого не делали. Чтобы поступали по разуму божественному, чтобы обратились, покаялись и приняли веру евангельскую, христианскую. Благослови, Господи, этот народ. А кто его проклинал, они прокляты все. Игнат Ильич Николаевич, вопрос по Великому Завету. Но? Когда начинаем читать историю Авраама, видеть бытия, то с 11-й главой уже возникает такой возраст, что Аврааму 75 лет, царе 65, и потом они в Египет приходят, и он ей говорит, если узнают, что ты жена моя, меня убьют, ну и так далее. То есть у них возраст явно ну не такой, как сейчас. Я слышал лекцию Андрея Зубова, такого библииста, но он объясняет это, что летоисчисление было, измерялось в Акиту, и Акит отмечалось два раза в год. И поэтому, а когда люди уже записывали предание вот это, то у них Акиту отмечалось один раз в год. И поэтому они, читая про те Акиту, написали у себя в два раза больше лет. И он говорит, что это просто такая ошибка, которая возникла в результате вот этих вот временных изменений в восприятии этого правильного меморка. Я хотел вам сказать, что он, говоря, было не 80, а 40 лет, а Саре там 35. И поэтому говорит, совершенно логично, что ее там гарем хотел, параон жить и так далее. То есть вот эти вещи вы как-то исследовали. Вы это еще говорите? Ну, я хотел узнать. Я раньше думал, что просто люди раньше меньше грешили, дольше жили. А теперь я слышал такую точку зрения, что это просто ошибка в задании всех тех людей, которые записывали. Вот и все. Вопрос вот в этом. А откуда они записывали? Откуда они записывали? Откуда эти данные брали? Ну, я так понимаю, что из предания. Это кто говорит-то? Николай Астапов. Я лекцию Зубова прослушал, и вот у меня вам. Ага, я понял. Так вот, слушайте внимательно. Все Писание Бога духовновенно. И писали вас святые божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Вы эти мысли из себя вырвете даже никак. Ни предания, ни... Это Писание. 5.39 Евангелие от Иоанна. Господь говорит, исследуйте Писание, ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Если это для жизни дано, и Господь говорит, исследуйте, тогда еще даже не было Нового Завета ни одной книги. Речь идет только о Ветхом Завете. И когда юноши подходили, юноша подошел, он говорит, а как считаешь? А 22.29 Евангелие от Матфея написано так. Это наизусть надо запомнить. Христос ответил им, заблуждаетесь, запятая, не зная Писания, ни силы Божьей. Заблуждение только от этого, не зная Писания. А о Писании рассуждать нельзя. Там предания, да заменили, да кто-то. Эту мысль даже допускать нельзя. Ты если допустишь, она будет прорастет, ты все потеряешь. Златоуст говорит, да и за единую, как протопопа вакуум, за один и аз буду биться. За одну букву. Нигде и никак. В оригинале, с оригинала переведено русский перевод самый лучший в мире. И это положено на сердце сотням миллионов людей. У баптистов только синодальный перевод. У старообрядцев все издают за рубежом католики православный синодальный перевод. Это лучший перевод. Не просто один Мартин Лютер переводил, а четыре духовные академии. И на сверху приносили каждый месяц они из трех присутственных дней в синоде был один посвященный поступающим по частям переводу. И двое уже канонизированы. Филарет, Дрездов, Митрополит и Архимандрит, Макарий. Вот так. Ничего, там все записано, как есть. Ни грамма никуда. Вот так написано все. Христос отсылал к этому писанию. Зачем бы его исследовать, если оно предание и ложное? Это сатана навевает такие мысли. И уже многие восстают. Да, вот написано. Все, они потеряли. Ничего больше нету. Я бодрствую над словом моим, говорит Господь. Он бодрствует. Неужели непонятно, что ни одна буква, черта из закона, небо и земля исчезнут, ни одна черта и йод, а не исчезнет. Что, непонятно-то, что не может быть. И все писание Бога духовновенно. И писали святые божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Рукой их он шевелил. Нам это приятно должно быть. Мусульмане понимают, что у них их священная книга опущена с неба. А у нас писали святые божьи человеки, движимые Духом Святым. Игнать Тихонович. Да. Да. Хочу еще поблагодарить вас за селось и ролики. Они меня так поддерживают. Все время их смотрю, но просто каждый день не могу, чтобы не посмотреть, не послушать. Хотя сейчас они-то очень сильные. Вам никогда не пересмотрите. Роликов у нас столько, сколько ни у одного человека во всей мировой сети нету. Нету. У меня чужих-то нету. 13 тысяч. 13 тысяч там и 50 тысяч. Это есть некоторые там по 2 часа. Да где ты пересмотришь? Я как-то посчитал, что если вы по одному часу будете слушать, каждый день по часу, на это требуется 13 лет. И вот сейчас я выставил, батюшка приехал, я говорю о Казанской Божьей Матери иконе. Послушай. Сегодня еще не слушала. А вот послушай, ты найдешь для себя там столько и посмотри, какие отзывы идут. Это на сегодняшний день, вот я их поставил 9 роликов, а они самые популярные. Почему? Я доказываю, что иконы, да, это не идолы, но то, что с иконами сейчас сделают, это совершенно не по Евангелию. И поэтому меня тут осуждать как угодно будут, а с места не сдвинут, они ничего не докажут. Мои книги уже 15 лет исследуют. Центрские отделы и монастырь в Одессе, и Киево-Печорская лавра, и Дворкину, и ни одного звука нету. Вот, откроешь сегодня, один файл, это Житие святых, второй, Златоуст, третье, там, Добротолюбие, четвертое, считаем, там же проповедь, а дальше домашняя. Да, у нас супер, уникальный, огромный сайт, на сайте. Ну, и сейчас, это тоже 6 лет я занимаюсь на Ютубе. 6 лет. За 6 лет у нас 13 тысяч тысяч. Ну, конечно, посещаемость еще не все знают, как сказать. Я сейчас даже покажу, сколько у нас тут. Вот. Просмотров 26 миллионов 627. Подписчиков 27 тысяч. Ну, то есть, это маленькое число. Ну, для нас это как раз, у нас не просто проходит кто-то, а именно люди, которые сидят и вопросы задают и критику наводят. То есть, их это касается. И остаются на сайте, остаются они здесь. Да. Каждый смотрит. Вот так. Мы немного, но и всегда здесь. Спасибо Христосу. Слава Христу. Задача моя состоит в том, чтобы, с чем начали, никогда нигде не крутить совестью. Я, книги, вот сколько, это же не две книги у меня, 41 том вышел, это написано. Я ни в одной строчке не полукавил, что вот кому-то подыграть. Нравится патриарху или брату, или жене, для меня этого нет. Я молюсь, и для меня как бы уровень, глаз поднимается выше. Я выше голову смотрю. Я не вижу, кто передо мной стоит. Да мне говорят, да что говорят, меня голыми руками можно брать. Столько книг, столько видеороликов-то. Да тут по одной секунде бери, и ты уже меня осудишь. Тем более, я ничего не скрываю. Весь на виду. Спасибо, Христос. Аллилуйя. Да. Давайте, что еще есть там у вас? Сегодня у меня большая была беседа с баптистом из Америки. Но это через неделю, так или через 8 дней будет стоять. Очень интересно. Только что беседовал вчера тоже с баптистами из Германии. Я написываю из Германии. До этого было там, я не знаю, из Франции, из Литвы. То есть люди подходят. И просто ну, Господь так делает. Люди против говорят, а видно, что у него там шатка все. Но боятся ошибиться. Да, да. перед своими оскоромятся. Друг друга боятся. Ну, что? Где Сергей-то наш? Здесь, ну, вот смотри. Если ничего нет, тогда гляди как. Вопросов еще-то нету больше. Так, завтра, в четверг, Виктор Николаевич Савченко будет говорить. По-нашему, на два часа позже. Вот как мы начинаем здесь, на два часа позже. И он будет, я не знаю, он заканчивает Евангелие, и сразу начнется противосектантское. Тут надо напрягаться по полной программе. И, при том, взято не победу одержать, а чтобы по слову Божию. Прямо беседа идет с сектантом. Вот сектант говорит так-то, и место Писания, как они говорят, доказывают. И что должен говорить православный? Там ни нападок, ничего нету. Просто Писание нам должно показать, как правильно. Надо обязательно, кто будет, слушать, и что, желательно, чтобы вы себе записывали, как на магнитопон, или как-то. Эти уроки почти неповторимые. А кто это? Это Борис Семенович. Ну, я не вижу. Пожалуйста, говорите. А вот будут занятия противосектантские. Может быть, можно каких-то из сектантов приглашать? Приглашайте, пожалуйста. У меня, знаете, если вы бы, может, не стали говорить, если бы хорошо знали про меня, у меня тактика такая, если вы предлагаете, вам я и поручил бы, чтобы вы нашли сектантов и сказать, что занятия будут вот такие, чтобы они пришли. вот человек, который делает предложение, я ему сразу все карты в руки, как говорят, вот тебе мысль такая пришла, очень хорошая, ну и теперь помоги выполнить ее. Чтобы они пришли, конечно, я буду отвечать. Вот они, чтобы знали наш порядок, спокойно разговаривать и пожалуйста, будем рады. Ну, а вот, например, таких сектантов, как вот этот вот Олег, который, там, которые метропады, которые уже четко... Нет, эти, пускай заходят, но чтобы они дали время сказать, сколько-то, так и все, дальше не перебивали, вопрос задать надо, а он задает вопрос, а уже свое наталкивает. Вопрос короткий всегда. Я спрошу, как мне попасть туда? Показал, вот, адрес сказал, а чтобы мне как проедет, нужно сказать, какая улица, какой транспорт, когда, что, где-то. Ответ всегда больше. Любой вопрос задайте, земля шар или плоская? Ответить я могу шар, а чтобы доказать, я должен взять очень много его внимания и практически. чтобы они это знали. А то он начинает говорить, он не вопрос, а он осаждает свое уже. Наш сайт православный, наш, называют сейчас здесь Содружество православное. Задавать вопросы могут все. Ну, я постараюсь с ними провести беседу, чтобы они не умничали здорово. Да, задали вопрос просто и все. Да, хорошо. Милости просим. Спросить надо Сергея Павловича, он как там, не против? Прошу прощения, Олег-то сват, у него навряд ли будут вопросы, он будет утверждать, там, сначала вопрос задать, а потом свою тему будет продвигать. Ну, не, не будет, не будет, только он будет попытаться, сразу его предупредить и сказать, сразу вас закроют. Совершенно верно, надо с ними переговорить, если не будет, убрать. Дал вопрос, задал, все, выслушал, больше никаких нет. Вопрос задан, его отмечает, больше ничего не надо, мы не для спора собрались. Я вообще это не признаю. Наше дело возвестить. Спорит тот, кто ничего не знает. А кто знает, он возвещает истину. Вот такое есть выражение. Интересно будет посмотреть. Да, пожалуйста. Вот интересно. Когда большая аудитория, представьте, там сотни людей, с той стороны и с другой, и мы обговариваем, какие правила. Вот раньше в Греции, допустим, там существовало такое правило. Допустим, ну, сходимся мы, вот, я православный, а кто-то там, Игорь там, или Митрофан, он баптист. Ну, и арбитр здесь, и он говорит, допустим, мне говорит, так, объясните, с кем вы хотите сейчас беседовать-то? Я говорю, с баптистами. Так, изложите их учения. Я говорю, это люди, которые сознательно принимают Христа. Детского крещения у них нет. Они принимают крещение по вере в Господа нашего Иисуса Христа, они веруют во Святую Троицу, верят в искупительную жертву Господа нашего Иисуса Христа, во второе страшное его пришествие. Вот, Библия у них, ну, я имею в виду русских баптистов-то, наша синодальная Библия, вот так. Теперь Арбита спрашивает, скажите, он правильно говорит? Он говорит, так это баптисты, говорит, я еще могу, да, баптисты. Он говорит, нет, это православный так говорит. Теперь он ему задает вопрос, скажите, вы с кем беседуете? Он говорит, ну, вот с православным на меня, ну, объясните, кто он такой? Он говорит, это люди, которые намного раньше нас возникли, на 16 столетии, которые идут прямо от апостолов, а про них я сказал, что они с 1639 года. Вот. А он начинает рассказывать, что вот такие, такие, мы признаем Божью Матерь, не как баптисты там, это, ну, поклоняется, икона у нас есть. Он говорит, а потом стал говорить, мне говорит, согласен с этим? Я говорю, вот с этим согласен, а это нет. И он спрашивает тогда, точно одна тема только остается, которые не согласны. Тот говорит, да нет, это я ошибся. Все, теперь мы беседуем, мы друг друга узнали. А каждый своего оппонента, так назовем, выразил, кто он такой? Кто будет первый? Вы жереби будете бросать? Ну, я говорю, можно бросить. Ну, жереби бросили, там, кто черными, кто белыми, как в шахматах. Так, у нас, говорят, шахматные часы, одинаковое время. Вот сейчас вы будете говорить? Но к вам кто-то хочет сказать что-то, никому нельзя говорить, они могут вам записки подавать. А если кто будет выступать, вы чтобы со своими людьми поправили, сразу вывели их отсюда. Замещание только одно делается, которое выскакивает. Ну, допустим, Малахов, где выступает, и там люди слушают, там, то придут разведенные, спорят, то еще, и ни один, которым не поручен, они, они так и сидят, и там, обговоренные, их сразу выкинут оттуда. Вот там же сидят на трибунах-то люди. И вот здесь так точно надо поступить, знает он или не знает. Отвечать конкретно по вопросу. У нас вопросов к ним никаких нет. Они не церковь, и что спрашивать, разве если нет, как они верят? Они вне церкви, вне церкви нет спасения. Церковь в Сионской горнице началась, они через 1600 лет. Вот сейчас беседовать с бапфистами, у меня ни одного вопроса к ним нету. Нету. Никому нету. А вот если католики, буду беседовать, у меня есть вопросы, а они церковь. Теперь я скажу, а почему вот так и так, почему так и так. Чтобы они ответили по священному Писанию. Или с григорианно-армянцами, с коптами, с сирийцами. Вот пять. То тут я могу задавать. А этим я с сектантами никогда не задаю. Зачем? Они вне церкви. Люди отверженные. Еретики. А еретика после первого-второго вразумления отвращайся. Ибо они грешат, будучи самоосуждены. Ну вот, что об этом говорить? Это послание к Титу. Апостол Павел говорит. Не вам, братья, это Роман Троликов. Но все-таки надо не забывать, что, хотя они, еретики, бывают, показывают добрые дела больше, чем мы. То есть, благовествуют больше, чем мы, которые лучше знают как бы истину. больше благовествуют. А что они благовествуют-то? И куда приводят? Вы должны в корень смотреть. Благовествуют, мы берем добрые оттуда. А что благовествуют, больше истин они знать не могут. Святых отцов отбросили всех до одного. Тысячу, шестьсот лет, как будто не было церкви. Они отбросили все. Как по-другому? Они никого не судить, а осудили церковный путь. Там 475 тысяч только казненных у нас было в первые четыре века. У православных-то. У них ничего нету. Ни соборных постановлений, ни толкования, а всякие американские жовуши, там, бакмелдеры конца края нету. Кому церковь, говорит, не мать, тому Бог не отец. Киприан Карпагенский выразил мысль. И она соответствует действительности. Самомнение, главный грех их. В первые века были такие, были, у них не было священства. Их называли безголовые. Это не оскорбление, головой называется епископ. У них нет епископа, ну и головы нету. Безголовые. Так и название. Название такое в литературе. А раз они не церковь, мне зачем с ними беседовать? Мне разницы нет, коммунист это будет, или фашист. Кто там будет? Буддист какой. Они им нет церкви, нет церковь. У них нет таинства, нет литургии, нет причащения. Нету. Нет настоящего крещения. А что делают они, как Киприан Карпагенский говорит, это осквернение. Они опрокидывают на спину, даже внешне-то все не сходится. Бритые сплошь и рядом. Еще я могу сказать. Я за всю жизнь ни разу не спорил с католиками. Материалы у меня написаны, два материала, писем о православии, человеку убийства и ложь Ватикана, и гордость папства, заголовки. Притом эти, интересно, две такие большие, крупные темы, большие просто. Я написал, лежа на больничной койке, и отсвечивал фонарь, там за деревьями был где-то, а я писал, бумагу принесли, я не видел, еще пишу, там буквы на буквы налезали крупно-то, и написал вот эти две большие статьи, потому что срочно потребовались они. Ну, а когда выписался, я тут же отпечатал, и теперь все это отдельно листиками издавались, а теперь все это в нашей книге к истинному православию. Ну, еще там в Патима, в Патимское это, дети там видели, трагедия или надежда называется. Я книги свои дарил папе Франциску, Венедикту, в католических странах, Португалии, Испании, Польша, ну, где были-то. Вот интересно, сербы, у меня такие благодарности, на толстой бумаге, как на пергаменте, и как маслом пропитанные. У меня благодарность от Лукашенко, от Рамзана Кадырова, ну, где мы были, там проезжали все. А католики не отвечают. Когда в личной присутствии, он сильно благодарит, это вот такой большой материал сделали, а писать не пишут. Я пока не могу объяснить, чем связано. Если бы не... Игнатий Тихонович, если бы не иеретики, Игнатий Тихонович, вы бы от кого бы получили бы Евангелие? От них, от иеретиков получили? Да я не говорю, что не надо получать Евангелие-то. Роман, я же этого не сказал. Я к тому говорю, что они толковать правильно не могут, и они не церковь. А Господь мог бы сделать у меня так, просто листик нашел один, и ветром надуло. Мне однажды прислали открытку, там дети сидят за столом и рассматривают ежик, а вокруг сосны, а там видно корпуса заводов. Ну и прислали там с центральных городов России, попросили написать стихотворение. Я посмотрел, ну надо, чтобы оно отображало все. Нету? А размышлять я размышляю. Я однажды иду домой, реконструкция города из Китима была далеко, и у меня сразу стихотворение сложилось. А сложилось, и мне надо записывать. У меня правки не бывают, чтобы я строчку зачеркнул. Никак, 9 куплетов, 3467 стихотворения, это 4 тома по 800 страниц, и ни одной правки нету, просто я пишу из чистого листа. Я с такими поэтами в литературном институте говорю, так не бывает. Где вы берете это? Темы такие редчайшие. Это Бог дает, это не мое. И вот здесь, я иду, и как раз в сгоре, я остановился, мне надо писать, а ничего нет с собой-то. Ручка есть, а писать не на чем. Вот я стою на взгорке, один, а все на машине едут в город, а я тропу продалил, и через лес иду домой один в город. А тот города там километра, может быть, три было. Только подумал, в это время летит бумага. Вот. Как это понять? Я тут же ее беру и начинаю писать. А как она летит? Мешок из-под цемента, многослойная бумага. Ее надуло там где-то, а тут как-то вывернуло. Ну, я сразу средние листы-то взял, мешок, в котором цемент, и написал, ну, и потом послал. Я вам не противоречу. Я знаю. Но просто хотел сказать, что надо взять и хорошее у этих еретиков, то есть, то, что вот они благоверенствуют, добрые дела такие делают. Ты, Роман, от кого научился-то этому? Чему? А что сейчас говоришь-то? А что я говорю? Ну, что везде надо брать хорошее. Ну, вы говорите. Ну, так вот, ты мое мне и возвращаешь. Я об этом день и ночь говорю. Никого не отрицай. Надо брать хорошее везде. Везде. Но им сказать, они не церковь. Они могут делать добро и все. Ты что думаешь? Зазря немцы сразались до последнего солдата. Они Гитлера любили и любят по сегодняшний день. Как он дал им настоящую жизнь. По курортам поехали. Выше Гитлера не было человека, не считая Христа. Такого, который поднял бы народ свой при одном условии, что Бога нет. А если Бог есть, то это был, говорит, дьявол в человеческом образе. А Бог есть. Я с ним с ним беседовал. Они сейчас, которые старухи остались, и все еще говорят, а мы по-прежнему его любим. У него интуиция была. Никакие генеральные штабы не могли решать. Уже судят их. Уже нюблицкий процесс. Они говорят, ну, генерал, фельдмаршал, что скажут? Он говорит, это не человек был. Мы решаем, решаем, какую... Он видел, как будто через пространство, где начинать наступление, когда шло. Все воинские части, какие генералы, все на память знал. Считал по-английски, там еще какие-то французские языки или другое. Это нам его показывают, такой. А на самом деле он не такой. А сегодня об этом прямо говорят, пишут. Но куда он все это направил? На нации, это значит, одну нацию вы... У него национальный социализм, а у нас тут коммунизм. Фашевая эта связка, коммун, общая, то и другое, одно и то же слово. С разных языков. Это все масоны сделали. Поставили там и здесь, а потом столкнули лбами. Не то, что там он хотел. Он не хотел. Об этом Виктор Резун пишет, Суворов. Если бы он не напал, через 2 недели Сталин подтянул войска, чтобы первым напасть на него. И он опередил просто его. Это так, между делами я сказал. Так, ну что, друзья, наверное, уже и все у нас. Время-то уже больше 15 минут прошло. Давайте прощаться. Давайте помолимся. Благодарю. 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 нашим. Благодарю. 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 Аминь. Благодарю. 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 Продолжение следует...